Брест всегда и у всех ассоциируется как город пограничный. Окно между Западом и Востоком и лицом в этом окне было и остается пограничник. Первым встречающий и последним провожающий гостей. Долг, честь, достоинство – это главные слова для тех, кто носит погоны с эмблемой пограничного ведомства Белоруссии. Да каких бы чинов военнослужащий не дослужился, он прежде всего защитник Отечества. Это звание самое высокое в нашей стране, потому все они обязаны быть специалистами-профессионалами. 49 военнослужащих пограничного контроля, успешно завершивших очередной серьезный этап своей карьеры, прошли повышение квалификации в Центре подготовки специалистов пограничного контроля, Института пограничной службы Республики Беларусь и получили новенькие погоны. Здесь куются кадры, как начиная с начальной подготовки, которая сегодня тоже выпускается, как прапорщики, так и младшие офицеры. А также проходит переподготовка и совершенствование навыков, которые получались ранее. При обучении закладываются все основополагающие знания, что касается пограничного контроля, профайлинга. Тут и идеологическая составляющая обязательно присутствует, и физическая, и огневая. Здесь полный комплекс, который необходим на сегодняшний день защитнику Родины. Всего потока, который пересекает государственную границу, мы все, конечно, говорим о том, что это доброжелательные люди приезжают, но вы сами понимаете, что в этом контексте могут проследовать и разные люди, и вот этих вот разных людей неблагоприятных надо и выявить. Вот это им помогает психология, тот же профайлинг. И вы знаете, удачно все справляются с подставленной задачей. Основными задачами центра является подготовка, переподготовка, повышение квалификации военнослужащих органов пограничной службы Беларуси. Специалистов пограничного контроля, это у брестских преподавателей военнослужащих, получается на высоком уровне. Наравне с мужчинами обучение в центре проходят и девушки, и это не случайно. Нужно признать, что женщины – это хорошие психологи. В пограничном контроле важно быть хорошим психологом, чтобы тонко проводить профайлинг пассажиропотока и понимать, кто перед вами стоит, не только глядя в документы, но и в глаза того человека, который пересекает государственную границу. Вроде бы короткий промежуток времени, два месяца, но это, нельзя сказать, что совсем наши дети, потому что они достаточно взрослые, хотя некоторые из них уже по возрасту подходят к моим детям. Ну, безусловно, всегда немножко скучно расставаться, но зато приятно будет потом слышать об их успехах в охране государственной границы. С гордостью говорить, что дольку своего труда тоже вложен в их успех. Среди выпускниц центра Анастасия Кузьмина. Уже сегодня она продолжила работу в аэропорту Минск, а Вероника Клиновская за годы работы встретила не одну сотню гостей, приезжающих через пункт пропуска в Рест. Толь долгий срок службы – достойный аргумент для того, чтобы получить офицерское звание. Я училась в Академии Министерства внутренних дел заочно, поступила туда, но потом я поняла, что все-таки хочу служить на границе и призывалась в органы пограничной службы. Вот, эта профессия очень интересная, увлекательная, особенно как для девушки, это и романтичная, особенно аэропорт Минск, где самолеты, взлеты и посадки воздушных суднов. Учиться было сложно, нелегко, действительно был очень большой объем информации, который, конечно, в дальнейшем очень пригодится для моей прохождения дальнейшей службы. Конечно же, эти все знания буду применять достаточно в своей практике, на дальнейшей. Я уже была прапорщиком, я после декретного отпуска обучалась заново, чтобы лучше знать все изменения в законодательстве, в документах. А чисто психолог, вы как психолог срабатываете, работая уже в пункте пропуска? Конечно, среди образований на данный момент получаю второе высшее психолога, чтобы оно помогало в работе. В этой работе, это, конечно же, работа с людьми, работа с документами, а также то, что нужно все-таки хорошо знать законодательство, знать свою работу. И это постоянное совершенствование. Это движение, это жизнь, и это мне нравится. Слушатели центра, преподаватели и гости возложили венки к подножию памятника героям границы, женщинам и детям, мужеством своим, в бессмертии шагнувшим, отдав дань памяти погибшим защитникам Отечества. Дмитрий Литвиненко, Юрий Римонтович, Новости Бреста.